Я была именно в Петербурге, потому что я помню, что я со своей матерью, мы стояли у окна и видели эти толпы разнужденных солдат и рабочих, которые сидели в машинах с красными флагами, и мы плакали. Славы, это было так ужасно. Мы увидели, что такое в России не так хорошо, как мы думали. Мы были на фронте, мы ничего не знали. Но потихоньку-потихоньку стало просачиваться в армию, сведения, что в России начинается в 16-м году уже беспорядки. В конце 16-го года мы были на фронте, стояли против Бреста и Луцка. Так как много было офицеров из Петербурга, среди наших офицеров, много офицеров ездило в отпуск. И один офицер из нашего полка, который был родственник, что ли царство, царствующему дому, герцог Лесенбергский, он нам привез сведения из Петербурга, что в Петербурге уже что-то не то, положение уже не то. Самые неприятные вещи, которые в царском мне дали мысль о том, что будет очень плохо, это солдаты пьяные, которые ехали на машинах мимо нашего дома. А так как дом наш был казенный, то это сразу видно было. И они кричали нарочно какие-то ужасные слова и так далее. И мы должны были переходить на другую сторону, чтобы их не видеть и не слышать. У нас еще тогда была гувернантка, но она говорила, что очень хорошо, что царя не уничтожат. Она думала, что его просто откажется он сам, и он действительно сам отказался. Она была швейцарка, и там никаких царей и королей не было. Так что она считала, что во всех странах должна быть республика. В 17-й год это был год революции, мы были в Пассербурге. И был труд, потому что они приходили к нам вечером, и начинали у нас перкизиси, и искали что-то такое. Я даже спросила, что вы ищите у нас? Они говорят оружие. Какое у нас оружие? Ну, они вот, потом они шли к моему отцу, перебирали все его бумаги, вытаскивали то, что ему сказали очень серьезно. Было трудно все жить. Мы даже не знали, что такое республика. Мы читали в каком-нибудь Викторе и Боу, я не знаю, что. Но французская республика нам казалась такая невероятная вещь, что в России этого не может быть. Что у нас народ слишком христианин, чтобы убивать кого-нибудь. Что они слишком хорошие, добрые и так далее. И они не были такими несчастными. Потому что мы ездили по всей России, мы видели и деревни, и села, и города, где с Владизом было страшно много несчастных, голодных и так далее. Но мы этого не вязали. Нам всегда казалось, что у них все есть. Во время революции мы, конечно, в летном возрасте, молодые ребята, не принимали активного участия в революции, так сказать, военного характера. А принимали участие в манифестациях. Вообще революция в тот период времени была, ну, так сказать, с подъемом духа. С подъемом духа. И мы никогда не думали, что это выльется в такой форме, как это вылилось вот впоследствии. Государь был очень скромный человек, очень скромно жил, очень был религиозный и очень был семейный. Он очень любил свою семью и все это. Ну, вот, например, так. Мой отец был закладом у государя. Открывается дверь и появляется великая княжа и спрашивает, а что у вас сегодня будет к завтрашу? Мой отец, когда он ходил к государю, мы жили напротив дворца, в главном штабе, он всегда говорил, что он идет к соседу. И мы когда уже идет к соседу, мы ждали, что идет к государю. Я в 914 году кончил училище, и меня выпустили прямо в полк. Значит, две гвардии казачьи и его величество полк. Это шеф полка, был государь. Полк в это время был на германском фронте. Я 100% происхождение крестьянского, но имел общение с городом, работал на фабрике тоже самое. И я помню, я имел общение с рабочими на заводе, где я начал работать мальчишкой 11-летним. Во время летних каникул, которые у нас были 3 месяца, был уже с рабочими на большом лесопильном заводе на Крайнем Севере. Когда мы жили до революции, мы жили нормальной жизнью. Мы выезжали, мы ездили на баллы, мы гуляли, мы катались на трениках. Мы в общем, мы жили совершенно нормальной жизнью. В 19-м году моя сестра была представлена ко двору. Вот она была в таком специальном платье, потому что это были специальные платья. Моя мать ее сопровождала тоже. И 13-й год был заменен тем, что это был год 303-й дома Романовых. Так что всем мы давали такую замечательную, красивую брошку. И моя сестра эту брошку получила. А в 14-м году должна была я быть представлена ко двору, вторая. Но случилась война, и уже, так сказать, это отпало. Мы не умели ни шить, ни стирать, ни гладить, ни преподавать, вообще ничего не умели. То есть мы немножко вышивали, но что-то дети вышивают. А моя мать вообще ничего не делала. Ее горничная одевала, раздевала. Она мылась в ванне сама, что-то она делала. Приходил парикмахер, причесывал ее. Так что она правда ничего не умела делать. Мой отец, он был военный министр государя. Но потом он был в отстатке, и он был личный, как бы, адъютант государя. И когда были беспорядки, в 15-м году, он был послан в Саратовскую губернию, мой отец. Он остановился у Столыпина. Он был потом, он был премьер-министр. А тогда он был только губернатором, как раз в Саратовской губернии. И мой отец остановился у него. И в последний день перед отъездом, перед завтраком, к моему отцу подходит там лакей и говорит, что тут есть какая-то дама, которая хочет вас повидать. Мой отец, она говорит. Мой отец говорит, ну хорошо, я ее приму. И она пришла с прошением. Подает ему прошение. И в то время, когда он это прошение читает, она его убивает. Потому что в этом прошении был приговор у него. Это была революционерка. Потому что мой отец был убит в 15-м году. Во всяком случае, ее, значит, ее осудили на каторгу на 20 лет. Но когда в 17-м году случился переворот, то она вернулась. И мало того, что она вернулась, она участвовала в Брест-Литовском перемирии. Это была единственная женщина, которая бы участвовала в Брест-Литовском перемирии. Он работал с таким министром, который занимался крестьянским вопросом. Столыпин его фамилия была. И он был в Сибири. И там давал крестьянам куски земли. И помогал, и устроил крестьянский банк, где они брали деньги, чтобы возвращать их, когда они будут зарабатывать. Возможно, строить дома и так далее, и так далее. И этим занимался мой отец с большим увлечением. В России мы жили главным образом в Петербурге. Потому что мой отец, понимаете, когда началась Японская война, он поехал на Японскую войну. Потом, когда Японская война кончилась, он вернулся в Петербург. И тут он получил командование. был такой паук, который назывался собственной его величеством конвой. Вот он получил команду этого паука. Моя мать была очень аккуратный человек систематичная, хорошо устроила имение наше, привела в порядок. Занималась тем, чтобы у нас все было бы хорошо и в порядке, и все это ухнуло. Потому что по-старому она дала, например, все свои драгоценности на хранение. Это было бессмысленно. Надо было себя держать. На хранение ты все и ушел. Большое интересное взяли, конечно. Они почти каждую ночь приходили и делали какое-то приключительное строительство, а это уже было неприятно. И потому стали думать о том, как бы уехать. Такой был сумбур и беспорядок, пока устроилось какое-то правление, где поседал Ленин, конечно, и все большевики. И когда мы поняли, что мы жить там не можем, и мы уехали тогда в Крым. Многие уехали на Кавказ, а некоторые просто сразу за границу, что было гораздо умнее. Но мы в Крыму прожили полтора года. А потом первый раз вошли большевики. Но это назывались «зеленые». Почему? Потому что это была неорганизованная какая-то банда, которая собралась в горах, и потом они вместе спустились и просто обкрадывали. У нас было 11 обысков. Они просто обходят и берут все, что они хотят. Потому что с уадизом как будто ищут оружие. Но, видишь, никакого оружия не было. Но было очень смешно, потому что они искали оружие, а потом серебро все взяли. И когда видели наши лица, которые улыбались, им было неприятно. А нам было все равно. В начале 1917 года я и мои два офицера нашего полка, мы поехали покупать тебе лошадей. Приехали мы на станцию Ровно, и комендант станции говорит нам, что в Петербурге большие беспорядки. И что наша дивизия, даже не только полк, а наша вся дивизия, была назначена идти в Петербург, чтобы потушить эти беспорядки. До переворота, до прихода там у нас англичане пришли как раз под руководством генерала Айронсайда. Это было 2 августа 1918 года, когда большой крейсер английский пришел в большой портовый город Крайнего Севера, Архангельск. Когда англичане пришли, тогда уже мы открыто пошли, значит, в бой, и я сразу же поступил в Белую армию. Знаете, были ошибки с двух сторон. Гражданская война – это ужасная вещь, гражданская война. Потому что по существу дерутся свой же народ. И с обеих сторон жестокость есть. Не надо думать, что Белое движение было такое уж белое. Там тоже было много. Там была другая идея, к нам более подходящая. Но мы все-таки поехали покупать себе лошадей. Лошадей графини Броницкой, у которой было, ну, 5 или 6 заводов конских, которые были расположены вокруг Белой церкви. Церковь – это около Киева. Если по направлению Киева вы всегда найдете Белую церковь, она и теперь так называется. Там было имение графини Броницкой. Мы тогда приехали, и нас встретили очень хорошо. Так как племянник графини Броницкой, князь Радзивилл, был у нас офицером. И вот он-то нам и устраивал всегда лошадей дешевле, чем посторонних. Мы объехали много заводов, там 5 или 6, это было уже зима на фонях. Мы объехали и купили себе лошадей. Но денег мы не заплатили. Сказали, что мы вам поедем в полк, значит, обратно, и вам вышли. И мы поехали обратно. И вот на станции Белая церковь мы увидели, что случилось. Мы увидели толпу солдат, но уже не солдат, а это что-то похожее на солдат. Все без погон некоторые, шинели уже расстегнуты, честь офицерам уже не отдают. И один из них подходит к одному из наших офицеров, который был в сотне, значит, в эскадроне Его Величества и носил вензеля Н-2 на погонах. И говорит, снимай. А офицер говорит, если ты хочешь, чтобы я тебя застрелил, тогда я сниму. Знаете, кто спасла нас от смерти? Это императрица Мария Федоровна. Потому что произошло следующее. Мы были уже, поехали в Крым. Потому что мы считали, что в Крыму все-таки наиболее безопасно. И там было это имение моей бабушки, мисс Хорн. И мы там, значит, жили. И вот пришло вдруг известие нам, к нам, что в Крым и тем же в горах. Знаете, вот тогда, когда мы узнали, что они в горах, мы поняли, что мы не погибли, потому что с одной стороны моря, с другой стороны литра. Но, к счастью, там был аннесский флот. И здесь адмирал, который был во главе этого флота, он пошел к загарнице, к малькардне, и сказал, вы должны прийти к нам на пароход, мы вас увезем, потому что если они вас настигнут, то они вас убьют. А тогда она сказала, что я вас очень благодарю, и я поеду с вами, но только с одним условием, что вы бы взяли бы всех тех, которые захотят уехать со мной. И тогда были, значит, записаны, сделан список людей, которые хотели выезжать с ней. Мы были туда, к счастью, этот список записан, и уехали вместе с ней. В 20-м году была общая эвакуация из Крыма, и мы из Ялты должны были ехать, значит, на чем-нибудь. Пошли пешком до мола, и там ждали какой-нибудь пароход. Один чемодан, один чемодан, одна шуба, и какой-то итальянский пароход, который обыкновенно перевозил уголь из России. Он собирался за углем приехать, а ему дали нас всех. У нас было около двух тысяч. меня привезли в Едикулей. Едикулей это был маленький городишко, в котором были казармы и лошадиные стоила. И меня пригласила очень милая дама к себе в комнату, то есть комната, лошадиное стоило было, но там были три кровати такие складывающиеся, железные. и ее муж в одной кровати, я в другой, а она в третьей. И когда я утром проснулась, я увидела на стене написано гнилые котлеты, червивые галеты. Червивые галеты, русский солдат-пленник. И вы знаете, так что, это была предыдущая война, в 1860-м кажется, году была война с турками. Пленные тоже там были, представляю себя. Ну, конечно, мы подписались тоже, с нашей даты приезда. Я попал в плен, потому что дорога нам была отрезана, и так как это происходило зимой, с снегом в 2 метра или 2-3 метра толщины, то мы могли идти только по дороге. И когда мы пришли к Мурманской железной дороге, нам путь был уже отрезан. Это отступающие из Архангельска по берегу Белого моря. Кто мог отступать? Но я не с фронта отступал, потому что последний месяц, значит, мы были в бою, и я пролежал 6 часов в снегу, и простудился, и я двигаться не мог. Меня отвезли в госпиталь в Архангельск. И оттуда меня из госпиталя сначала везли на санях, а потом я уже медленно мог и сам двигаться. Но путь нам был отрезан, и другого выхода не было, как только сдаваться в плен, или пускать пулу в лобки. Начальник штаба нашего корпуса гвардейского командового которым хан Нахичеванский. Он, хан Нахичеванский послал телеграмму в Петербург государю, что ваше величество, конница гвардейская, в полном подчинении вам и готова на все, что вы прикажете. В это время ответ получился то, что государь отрекся в эти дни. И начальник штаба, который подписывал эту телеграмму и посылал в Петербург, он вышел в другую комнату и застрелился. В июне месяце оказалась возможность бежать по лесу через Карелию и Финляндию. Ну и мы рискнули, четыре человека пошли. И мы шли три недели поперек Карелии. Долго шли. Очень устали. Я знаю, что я была очень наивная девушка, барышня и, по-моему, ужасно глупая, как я теперь думаю. Но потом жизнь научила. Знаете, мы все стали делать. И тут мы начали даже весело жить, потому что было много молодежи. и эти французы оказались очень милые, которые нас берегли. И они с нами болтали, потому что мы по-французски говорили уже. И надо сказать, что это очень нам помогло. Мой дед Рубицкой, он значит купил дом в Париже. До на одной врате. Вот да, до врате. И там у него были квартиры. Так что мы приехали не в таком детственном положении, как и другие люди. Мы, кстати, нашли дом и жили там. Первое впечатление, когда мы уехали из России, это было очень многих, что мы уехали недодолго, большевики вопрос нескольких месяцев, но это кончится. Ну, и вот у меня было такое чувство все время. Даже когда прошли месяцы, пошли года, но я плохо устраивалась у себя. У меня была квартира, но было только люстрик и постели, столы, но неуютно было. И вот я так жила, потому что я все время думала, что я иду в Россию. И в результате я всю жизнь прожила в Россию. Мой муж, когда он хотел уехать после войны, особенно Сталин дал разрешение возвращаться и получать русское подданство, то есть советское подданство. Мой муж такой был патриот, он патриот, мы уже вместе не жили, мы разъединены. И он решил уезжать. И последний день он провел с нами, мы его отвезли на вокзал. И весь поезд, который ехал в Германию, оттуда пересаживался на советский поезд, был полн русскими, именно такими патриотами, которые так обожали Россию. И раз Сталин так хорошо отнесся к ним, значит, они решил ехать туда. Тогда Сталин, как говорится, сделал амнистию, будто бы, амнистию всем бывшим белым воинам, что возвращайтесь в Россию, вы будете жить так, как вы и раньше жили. Некоторые уехали, очень мало, они все обещали нам писать, и они никогда и никому не писали. Я, например, после узнал, что в 1920 году на северной Двине около города Холмогор, это 70 приблизительно километров по Двине по северной, выше Архангельска, туда привезли на барже бывших участников Белого движения, Белой армии, главным образом офицеров, везли тысячу человек приблизительно на барже и посередине реки всех их расстреляли. Кто бросался в воду, тех добивали палками. когда расстреляли этих около тысяч человек и убили, то вода, говорит, в реке была красная, то за 70 километров ниже река была красная. Мой отец умер. Умер от тифа, его никто не убил. Я была в гимназии, я знала, что он лежит в своей кровати в доме, что к нему нельзя подходить, потому что у него тиф, это заразная вещь. Было очень много тифа в России в это время, потому что и докторов не было, и прививок никаких, и масса было заболевших тифом. А я была в гимназии, и у нас очень строго было в гимназии. У нас был, значит, преподаватель, по около двери сидела такая дам ду класс, такая дама, которая смотрела за порядком, чтобы мы в носу не ковыряли, и волосы не рвали, я не знаю, что делать. А я встала среди урока, хотя учитель был очень строгий, и пошла в дверь, она говорит, куда ты идешь? Я говорю, я ухожу домой. Почему? Я не знаю. Я ушла, я пришла, поцеловала моего отца, через 10 минут он умер. если бы тогда многие бы отнеслись бы так бы к жизни, как относились мы, может быть, революция была бы, конечно, но не в тех ужасных условиях, в которых она потом протекла. в том, что Продолжение следует...